ЖЭМ ФИЛМС ЙОК Человек, который провёл годы в отшельничестве, выполняя тайные упражнения для трансформации ментальных и физических аспектов своего существа, и посредством этих техник достиг невероятного контроля над своим умом и телом. ЙОГИ, которых вы увидите в этом фильме, пошли на беспрецедентный риск. Однажды поклявшись держать свои практики в величайшей тайне для сохранения их чистоты, они согласились на эти уникальные интервью и редчайшие съёмки, стремясь сохранить свою исчезающую культуру для последующих поколений. Мы посвящаем фильм этим йогам. ВЕЛИКИЕ ЙОГИ ТИБЕТА Окутанный завесой легенд и преданий Тибет, земля снегов, был неизвестен миру, простирающемуся за этими горными грядами на протяжении почти целого тысячелетия. Ходили невероятные истории о неземных людях, живущих на этом обширном плато, окружённом Гималайскими горами. Чужеземцам сюда по большей части путь был закрыт. Недоступный и отдалённый Тибет оставался загадкой для западных людей. Они могли лишь представлять его в своих фантазиях. Когда в конце 19 века первая западная экспедиция вступила в запретный Тибет, она привезла первые фотографии, которых западный мир никогда прежде не видел. Эти изображения лишь спровоцировали появление новых фантастических историй. Представителям западной цивилизации хотелось верить в таинственную Шангрилу, азиатскую страну, скрытую от чужаков, движимую философией сострадания и ненасилия, свободную от тягот и борьбы. И хотя философия тибетцев была близка к тому, что они думали на Западе, их каждодневная жизнь в Тибете была гораздо сложнее. Жизнь на высочайшем плато, на Земле, это жизнь резких контрастов. Природных богатств здесь было ровно столько, сколько и немыслимых бедствий и тягот. Первыми поселенцами здесь были кочевники, которые медленно адаптировались к экстремальным условиям жизни на Высокогорье. Но даже у этих закаленных людей, на высоте свыше 4000 метров над уровнем моря, глаза буквально пересыхали от лучей беспощадного солнца. Внезапный град мог с легкостью уничтожить урожай, за которым ухаживали долгие месяцы и нанести урон скоту. Ранняя история повествует о жестоких сражениях между племенами и захватчиками. Продолжительность жизни была недолгой. В Тибете жили люди, тонко чувствующие непостоянство жизни и страданий. Нетрудно понять, почему тибетцы, условия жизни которых были так тяжелы и изменчивы, обратили взор внутрь в поисках постоянства и покоя. Царь, объединивший различные тибетские племена, желал также сплотить их единой верой. Он пригласил святого и чудотворца Падмасамхава из Индии, дабы тот принес буддизм на землю Тибета. Тибетцы верили во множество божеств мирных и гневных. Преодолеть сопротивление со стороны верховных священнослужителей местной религии Бонн было нелегкой задачей. Падмасамхава добился успеха, объединив их веру со святой Дхармой, буддийским учением. Он не стал изгонять этих божеств, но искусно превратил их в защитников и символы буддийского учения. В результате получился уникальный гималайский гибрид буддизма и местных религий. Пышные ритуалы и символика их прежней веры на внешнем уровне сохранились, но буддийское учение постепенно проникало в сердца тибетцев. Они приняли буддийский взгляд на жизнь как непрерывный поток смертей и перерождений, цикл, в котором человеческое рождение являло собой великолепную возможность нравственного выбора, который определит судьбу в следующем воплощении. Будет ли это перерождение в одном из низших миров бытия, в новом человеческом теле, или достижение высшей нирваны, состояние, где нет страданий, сопряженных с жизнью в материальном теле? Эта вера коренным образом изменила нравственность тибетцев. Социальная система и аристократия прошлого сохранились, но новая вера привнесла в этот общественный вклад ростки милосердия. Непричинение вреда и сострадание к своим и чужим стали новыми идеалами. И то, как тибетцы интегрировали эти принципы в свою повседневную жизнь, стало визитной карточкой их культуры. Накопление заслуг, очищение негативной энергии совершенных проступков для обретения хороших перерождений, стали частью ежедневного ритуала. Паломничество по святым местам включало в совершение тысяч простираний, символических поклонов для усмирения эго. Молитвы стали записывать на флагах и вешать длинные связки этих флажков у домов и храмов, посылая в мир надежду на освобождение всех живых существ. Ветер разносил эти молитвы по всему миру. Чтение молитв сопровождалось постоянным вращением молитвенных барабанов. Каждое вращение барабана посылало добрую волю, любовь и милосердие всем живым существам. Вся жизнь в буквальном смысле вращалась вокруг веры. Все сообщество помогало деньгами в строительстве монастырей, где монахи изучали и практиковали буддийское учение. Эти обширные постройки служили домом для десятков тысяч монахов и монахинь. Здесь печатали буддийскую литературу для всего тибетского сообщества. Здесь располагались библиотеки, где хранились древние тексты. В отличие от более аскетичных форм буддизма, в тибетском буддизме науки и искусство являлись одним из методов познания бесконечности. Театр, музыка, живопись, астрономия, философия и медицина — все эти дисциплины преподавали в монастырях. В нерасцветы тибетской цивилизации число монастырей достигало свыше шести тысяч. Каждый шестой тибетец становился монахом. Обучение начиналось в раннем возрасте. Для получения докторской степени требовалось двадцать с лишним лет. Монахи становились хранителями знаний всего тибетского сообщества. Традиция ученичества связывала неразрывными узами все поколения. Один взрослый учитель, или лама, давал учения монахам, которые сами потом становились ламами. Новая буддийская вера также породила самых выдающихся представителей тибетской цивилизации — йогов. В отличие от некоторых индуистских йогов, выполняющих физические упражнения на глазах у толпы, достижения тибетских йогов относились к области ума и были недоступны глазам окружающих. Тибетскими йогами были монахи и миряне, которые посвящали себя не академическому изучению буддийского учения, но стремились на собственном опыте исследовать его возможности и достичь просветления. Для устремленного к духовным совершениям йога, достижение просветления означало переживание блаженства нирваны в человеческом теле. Это достигалось благодаря интенсивным физическим и умственным упражнениям в отдаленных пещерах или кижинах, куда они удалялись, чтобы вознестись над страданиями сансары или материального мира и познать чистую природу сознания. В их духовных поисках затворничество, посвященное медитации, могло длиться годами. Веками тибетцы почитали йогов как высших представителей общества. Они поддерживали их стремление к просветлению, снабжая монастыри едой, одеждой, деньгами. Йоги вселяли в тибетцев надежду на то, что освобождение от страданий материального мира все-таки можно достичь. На протяжении веков духовное и светское руководство Тибетам были неразрывно связаны. Тибетцы дали начало традиции обнаружения земных воплощений Будды сострадания. Одним из таких воплощений является его святейшество Далай-Лама. В буквальном переводе его титул означает «Учитель океан», что подразумевает широту и глубину его мудрости. Одно из воплощений его святейшества Далай-Ламы в конечном итоге оказалось во главе не только духовной, но и светской власти. Символическим ядром этого духовного правительства стала Патала, дворец-монастырь, возвышающийся над легендарным городом Лхасэй. До 20 века тибетцы практически не соприкасались с современным миром. Некогда самые замкнутые люди в мире сегодня выходят в мир с беспрецедентной искренностью, дабы сохранить свое тысячелетнее наследие. Рядом с нами живут эти последние великие йоги Тибета. Чтобы понять, что мы теряем с уходом этих йогов, необходимо понять, какой вклад внесли эти великие люди в развитие человечества за годы своей уникальной истории. В то время, как наиболее передовые умы Запада развивали науку о внешнем мире, стремясь повысить материальное благополучие человечества, йоги продвигали науку о функционировании ума, способствуя развитию внутреннего мира человека. Улучшение эмоциональных реакций и повышение нравственной ответственности — такой была их высокая цель. На пути к ней они трансформировали привычный образ мыслей и действий, борясь с агрессией, злобой, жадностью, гордостью, ревностью и завистью, и даже подчиняли себе физическое тело, не замечая дискомфорта. Техники, которые они разработали для достижения этих результатов, только сейчас вызвали интерес и получили одобрение западных учёных, исследующих мозг и тело. Краеугольным камнем традиций йогов является передача обширных учений о тайных практиках тренировки ума и тела. Во всех школах тибетского буддизма линии преемственности йоги, имена учеников и используемые техники записаны с большой аккуратностью. Каждая линия преемственности имеет своё уникальное название и свой подход. Уходя корнями к первому учителю тибетской йоги Наропе, линия Дрикунг Кагью давно славится тем, что дала миру многих высокореализованных йогов. Друппон Санам Ринпоче Линия Дрикунг Кагью развивалась непрерывно. В линии преемственности не было ни разрывов, ни искажений, начиная со времён её основателя и до сегодняшнего дня. Оглядываясь назад в прошлое, мы видим множество признанных и высокореализованных йогов. Благословение передавалось от одного учителя к другому, вплоть до сегодняшнего дня. В этом особенность линии. Его святейшество Чицанг Ринпоче. Я думаю, если вы практик йоги, вы приносите пользу своему уму. Академическая наука — это просто знание. Может быть, вы станете учителем и станете объяснять различные термины, это одно. Но если вы практик йог, то вы получаете благословение. И если вы не получите благословение этой линии, то у вас не будет необходимой силы помогать, приносить пользу другим живым существам. Кроме того, те, кто не получил академических знаний, но практикуют, без сомнения могут открыть мудрость, заключённую в них самих. Они смогут понять других людей, увидеть, в какой помощи они нуждаются. Им откроется это знание. Какое определение можем мы дать йогам? Чем они отличаются от обычных монахов? Если судить по внешнему уровню, то есть несколько подсказок. Наиболее чёткие ответы на эти вопросы приходят от тех, кто сам прошёл этот путь. Дорджи Лабун Тензин. Йог — это человек, который достиг глубинного переживания в познании истинной природы всех явлений. Йогни — это та, кто проводит длительное затворничество и опытным путём постигает учения. Она не только получает посвящение, но также проводит длительное затворничество. Ченгалин Паче Йог — это тот, кто вступает в дхарму, буддийское учение, а затем выполняет практику, направленную на усмирение ума. Тот, кто должен всегда пребывать в мире и покое. Таково определение йога. Друпон Самтен Ринпача Дхарма живёт в йоге. Йог следует дхарме. Если ты живёшь по закону дхармы, ничто не сможет причинить тебе вред. Даже если знаешь, что у тебя могут отнять эту жизнь, то понимаешь, они не смогут отнять следующую. Чего стремится достичь йог или йогиня? Они хотят положить конец страданиям, существующим в круговороте рождений и смерти. Для того, чтобы сделать это, йог или йогиня должны тренировать свой ум. Чтобы называться йогом или йогиней, нужно бороться со всеми негативными эмоциями и пытаться порождать позитивную энергию. Его Святейшество Далай-Лама У опытного затворника, даже если он находится на улице, где много шума, много людей, много машин, даже там его ум может оставаться полностью сконцентрированным. Если же затворник не слишком опытен, если он такой, как я, например, то он может, конечно, пытаться медитировать в отдаленном месте, его ум все равно будет блуждать повсюду. Защитить свой ум от блуждания — вот главная задача медитации. Веками йоги, устремленные к духовным достижениям, удалялись от мира, чтобы избавиться от отвлечений на время тренировки ума. Представить себе жизнь вдали от общества на протяжении многих лет довольно трудно для западного человека, привыкшему к практически безостановочному взаимодействию с другими людьми. Где найти такое место? Еще один вопрос. Для тибетцев в изгнании такое место в индийских Гималаях, вне досягаемости китайцев. Одно из 24 священных мест в тибетском буддизме — Лапчи, место медитации Миларепы, одного из первых тибетских йогов, которого почитают за то, что он отказался от преступных деяний и достиг просветления за одну жизнь. Монах шел шесть дней пешком в горы с тяжелой камерой в руках, чтобы показать эти первозданные места отшельничества. Даже сейчас то, что записала камера, нам разрешают показать с неохотой. Субтитры создавал DimaTorzok Хотя понятие пути к просветлению кажется туманным и непостижимым, путь йогина довольно четко очерчен. Техники и практики, разработанные более тысячи лет назад, опытные практики открывают йогам-новичкам в строго определенном порядке. Они исходят из предпосылки, что необузданный ум подобен бешеному слону, сорвавшемуся с цепи. Первоначальная задача йога — медленно успокоить беспорядочно мечущиеся мысли, применяя специальные техники. Повторение основных тезисов учения и мантр — вот упражнения для освобождения ума от концептуальных мыслей. Два йога из Лапчи, пребывающие в затворничестве, согласились дать интервью. Неслыханная возможность для нас. Достопочтимый Нупа Ринпача. Вы приехали в Лапчи, когда у меня перерыв на несколько дней в моем затворничестве. Это благоприятное стечение обстоятельств. Такое могло произойти только благодаря существующей связи между нами и молитвам. Миларепа провел очень длительное затворничество в Лапчи, достиг просветления, практикуя Туммо — йогу внутреннего тепла. Он оставил несколько отпечатков своих ступней на камнях Лапчи, которыми идут прикоснуться многие паломники. Ученики многих прославленных учителей медитировали в пещерах Лапчи и соседних окрестностях.